Всем доброго времени суток, с вами Лисон Роуз, и мы вернулись в Слендерину, и мы наконец дошли до Слендерина 2D. Хоть что-то новенькое, хоть что-то интересное. Слендерина в 2D, тут тоже есть какой-то сюжет, не знаю, связан ли он с основным сюжетом, но мы сейчас с вами это как бы выясним опытным путем, я думаю. Я возьму сложности медиум, потому что, пф, 2D игры, что там может быть, понимаешь? Стрелочки вперед-назад есть, и действия, все, ничего сложного. Привет, меня зовут Александр. Я собираюсь рассказать тебе, что случилось со мной одним вечером, когда я пошел на прогулку. Внезапно начался дождь, и я бежал в поисках какого-то укрытия. Передо мной появился старый заброшенный дом, который я никогда до этого не видел, и я решил посмотреть его поближе. Вот бы сейчас ночью идти гулять под дождем, и вместо того, чтобы бежать домой, бежать в непонятный дом. Ну, логика в этом же, наверное, какая-то есть. Итак, можно взаимодействовать вот таким способом, докасаться до предметов. О, ручка Слендерина. Я бы уже на этом моменте передумала. Но наш главный герой не такой, он, понимаешь? Он силен духом, он ничего не боится. Слушайте, ну, признайтесь откровенно, ну, 2D это топчик. Наконец-то. Наконец-то что-то необычное, потому что в целом Слендерин достаточно однообразный, поэтому меня дико радует, что есть Слендерин 2D. Разработчик, видимо, решил попробовать что-то новенькое. А я тем временем хочу изучить все от начала до конца, потому что я не уверена, что я буду здесь ориентироваться. Потому что 2D игры, особенно когда очень много коридоров, я вообще, это просто до свидания. Я ничего не понимаю, где я, кого я, куда я. А, я использовал ключ один. Ну, допустим, ладно. Давайте смотреть, что здесь. О, Слендерина, ну куда ты ушла? И окно за собой закрыла. Ну, вот это молодец, вот это молодец. Вот это она прям постаралась. Прям окно за собой закрыла. Серьезно? А как ты жив после этого? С такой высоты топор бы тебе прям пробил бы. Нет, так нет. О, это была Слендерина. Как хорошо от нее отворачиваться. Ммм, просто на эмуляторе это перфект. Вы себе даже не представляете. Здрасте, я упала в подвал. Супер. И дверь сломана, ну прекрасно. Здравствуй, друг. Что охраняешь? Молоток. Вероятно, он мне нужен для этой стены, которая совершенно беспалевно выделяется. Как ее только... Допустим. Ага, вот мы и в какой-то комнате. Тут куча еще дверей. Кукла. Очень милая старая кукла. Ну, давайте сделаем им, что она мила. Понимаете, когда 2D, когда 2D, даже чтобы там не было страшного нарисовано, тебе всегда это будет казаться мило. Потому что это 2D. 2D никого не напугает. 2D может напугать только вонючим топором. Из ниоткуда. Может, хватит? А, у нас еще три жизни. Я только сейчас на это внимание обратила. Блин, не хочу. Наверное, стоит в дверь, да, зайти. Блин, ничего не понятно, если честно. Очень много дверей пока что, но... Свет выключился. Я тебя вижу. Я тебя тоже. Мы что, в Аватар играем? В фильм Аватар? Я тебя вижу. Ну, ладно, ладно, извините. Не будем пока заладить в подозрительные дырки в полу, потому что как-то это, наверное, неправильно будет. Вдруг там что нас ждет страшное. Хотя у нас наверняка здесь что-то ждет страшное. А может и нет. Опять же, потому что это 2D. Значит что? Не хватает какой-то детали электрической. Ну, очевидно, что нам надо ее найти. Да ладно, я не среагировала ровно на одну секунду. И жизнь ушла. Это совсем не честно. То есть надо очень быстро разворачиваться. Офигеть. Я потратила целую жизнь ни на что. Я не думала, что у меня настолько мало времени будет. Не хотелось бы как-то жизни потерять. Ничего себе они быстро реально теряются. Умерла от инфаркта сразу же. Какой-то код я еще собираю. Но не совсем понятно какой. Еще есть лифт вниз. Интересно, сломан он или нет? Давайте удостоверимся в этом. Ну-ка. Ну да, действительно, нет электричества. И как раз для этого нам нужна электрическая деталь. Которая пока не очень понятно где лежит. Но мы ее дома с вами найдем. А, я не упаду через эту дырку опять. Ну, прости. Я думала, ты можешь ее перепрыгнуть в сторону другой двери. Но ты не способен. Ну и ладно, конечно, не буду требовать. От тебя невозможно. Вот как только ты видишь первого призрака в доме, надо валить. Валить, а не... Хотя, может, дверь на выход закрыта теперь. Какая милая красная комната. Кот. Коробка меня прибила. Да ты что? Ну, 3 секунды ровно. Ну, серьезно. Эй. Ну, так... Это просто нечестно, я считаю. А что-то у меня как-то кнопки. А, я знаю, почему это не я такая тормозная. Это я опять управление не настроила нормально. Хотя, может, самое время подправить управление тогда. Почему бы? Нет. Я опять оправдываюсь управлением кривым. Но это я. Вы что-то на что-то другое рассчитывали? Нет, нет, нет. Это я. Это я. Я люблю оправдываться управлением. Оно же действительно само в этом всем виновата. Я-то ни в чем не виновата. Абсолютно точно тебе говорю. Всегда все дело в управлении. Вот. И теперь-то я сориентировалась. Скотина такая. Две жизни у меня отняла. Ты посмотри у нее. Не надо у нее ничего смотреть. Это я так... Может, вот это? Да, действительно. О, надо же. Анжелика. Кот. Ага. Смотри. Одного листочка всего не хватает. И мы будем знать, что надо делать. Ну, спасибо. Спасибо. А может, она выкинула, выпрыгнула листочек по дороге? Интересно. Видя этот дом первый раз, видя Сландарину первый раз, как мы сразу догадываемся, что нужно от нее отвернуться? Тебя тоже интересует этот запрос. Безумно догадливый главный герой. Где взять тогда последний лист? Прошу прощения. Хорошо здесь. Но! Но это не... Это, знаешь, это неплохо. Хорошо, Сландарина. Ты меня задела. Ладно, ладно. Все, все, все. Я-то управление-то уже настроила. Что ты мне теперь сделаешь с моим настроенным управлением? Ничего. Ничего, я думаю. Давайте сразу от входа начнем с дверей. Почему бы и нет? Вот так как-то. Здесь я до этого не была, поэтому надо как раз и посмотреть. Во, цифра. А может она здесь все это время, прикинь, лежала? Хотя, ну мне не кажется, что расположение должно быть рандомным. Хотя я в этом не уверена. Ключи же рандомно располагались. Да все равно кошка меня задевает. Ну, кошка! Шо я тебе сделала? Зачем ты это делаешь-то все время? У нее еще такое лицо. Напряженное, знаешь. Ну и все, сейчас найдем, откроем сейф. Да и вообще легко и просто все будет. Единственное, все равно придется с вами провалиться в подвал. Нам придется самопожертвоваться немножечко. Но других вариантов у нас, к сожалению, нет. Ага! Пока что этот шкаф закрыт. Как интересно! И вот он проход, без того, чтобы падать вниз. Неожиданно. Но я пока не хочу сюда идти. У меня есть дела поважнее. Ходить по дому, стиснув зубы. Зато интересно. Здесь хотя бы написано что-то, знаешь, о главном герое. Обрати внимание. Спасибо, топор. Ждала тебя всю жизнь. Здесь есть сюжет. Мы знаем про главного героя. Хоть что-то. Что он хотя бы его зовут. Александр. И он случайно попал в этот дом. А не пришел целенаправленно посмотреть, как Сландерина рожает. Понимаешь? Это же обалдеть. Почему-то мне так кажется. Да, опять этот топор. Ну, кстати, от него, наверное, можно убежать. Просто я не запоминаю, где он находится. Тем более, это не смертельно. Ну, я же... Ну, ты же... А может, ты как раз умираешь быстрее? На такой сложности. На харде, наверное, вообще доли секунды у тебя есть. Максимум. Фу, теперь я нервничаю, чтобы на кнопки вовремя нажимать. Вроде еще проще по механике. А я все равно, ты понимаешь. А, успела. Ага. Я молодец. Кстати, я ее реально уже даже не боюсь. Прикинь, даже звук скримера реально остался тот же самый. Как этого можно бояться? Это же уже даже не страшно. Пока ты, кстати, стоишь, за тобой никто даже не гонится. Может, пока. Представляешь, она потом за тобой кто-то гоняться начинает. Хорошо. Нашли еще одну цифру. Ну и все. Последняя должна быть здесь. Ну, прям точно. Вот прям тут должна лежать. О! Красота среди бегущих. Вспоминаем, где был код. Куда его надо было ввести? Смотри, ну я что-то запуталась. Что-то у тебя... Господи, что не дом, так лабиринт. Что у тебя за архитектор? Такую воль его. В конце-то концов. Подожди. Вот в этом коридоре три двери. Какая-то из них, в ней была как раз-таки картина. Вот, все отлично. Два, четыре, семь, пять. Поехали. Два, четыре, семь, пять. Куда ты идешь? Ты стой на месте. Не нервничай. Есть. Взяли. Взяли для щитка штуку. Видишь, как я разбираюсь в электрике? Приглашай меня чинить свой электрический прибор. Я не упаду через эту дырку. Так это быстрее. Ну, быстрее упасть, чем мне сейчас круги наворачивать. Вспоминать, куда идти. Ну, в конце-то концов. Главный герой. Ну, кстати, не так сложно ориентироваться. Я реально думала, что я здесь потеряюсь. Насмерть просто. А? А нет. Ловкий плут. Нет, не сюда нам. Подожди, в другую комнату. Ну, нет, но все равно гораздо проще, чем я думала. А, вот же, все. Угу. Еп. Нет, Саландерина, даже не надейся на это. Я проедусь на этом лифте, чего бы мне это не стоило. Понятно? Человек-любитель лифтов. Я проедусь на этом лифте. В любом случае, ты меня не остановишь. Ага, ну, поехали. Класс. Едем вниз. А, тут одна-единственная комната. Ну, слава богу. Фух, можно ориентироваться. Тут завалено. Ну, пока все так линейно. Господи, разработчик, да ты просто любишь меня, серьезно. Может быть, нужно что-то подключить к этому электрическому мотору? Ты-то у меня спрашиваешь. Я что? Я тебе что? Я тебе кто? Я ничего не знаю. Лифт, говорит, сломан. А что это он сломался? Мы что, много тортиков кушали? Что он сразу-то сломался? А, то есть я отсюда по-другому выйти и не могу вообще. Представляешь? А, может, провод взять надо? А, веревку взять. Все, понятно, господи. Я-то думаю, ну все, я игру сломала. Я бы этому не удивилась. А, ну все, класс, врубил. Сландерина, ну не мешай. Ну, ты видишь, что я и так по кнопкам с трудом попадаю. Во. Во. Во, молодец. Ну, пойдем. Много дверей. А, дверь закрыта. Ну, хорошо, значит, мы сейчас найдем ключ. Тоже мне проблемка. Заходим. Обрыв, что ли? Интересно. Обрыв в доме. Дом в скале, что ли, находится? Это как так получилось вообще? Есть объяснение? Ловушка? Да, хорош, ну. Тут же даже присесть нельзя. Фу, прошла, молодец. Молодец, я просто молодец. Так. Ай-яюшки. Тут можно присесть, я? Прикольно. И че? А есть логика в этом? Вначале в меня чем-то метнули, потом на меня наорал черепушка. Это какой-то тонкий смысл, который ускользает от меня. Не совсем поняла, но, видимо, это потом мне пригодится. Так, вот единственная дверь, в которую я могу зайти. А, вот и ключ. А, тут может всякое разное произойти. И опять скример. Но он меня не напугал. Типа, подумаешь, скример. Тоже у меня проблема. У меня есть дело поважнее. Вот, да, наверное? Здрасте. Кусок лестницы. А, это не кусок лестницы. Это вниз можно спустить. Господи, это дом... Пойду-ка я. О, я сломала скелета и получила ключ. А, я должна найти обязательно специальный ключ. Живые скелеты? Эээ, что? Есть понимание того, что это? Ммм, загадка. А, все, вижу, вот на картинке же нарисованных. Господи. Раз, два, три, четыре. Легко, легко. Моя память просто, это, это вообще. Все, теперь мы открываем эту дверь. И непонятно, что там кто-то, видимо, сидит. Потому что какие-то кровавые следы повсюду. Ну, заходим, допустим, ну. Так, звук как будто вот, да, кто-то сливает воду. Крыса. Ммм, нет, крыска. Она пала смертью храбрых. Дверь закрыта, говорит. Нет, это, конечно, увлекательно. Но как же мне тогда пройти, если я это не могу отключить? Просто. А, дверь закрыта. Короче, нужен еще ключ какой-нибудь. Один. А где его взять, неизвестно. А в смысле? А я не могу наверх залезть? А почему? Назад, главное, не подняться по этой лестнице. А через этот газ, ну, меня, наверное, отравит. Нет, я просто не хочу жизнь терять в непонятках. То есть, это как-то... А-а-а, господи, какая я... Как это было неочевидно, что он лежит в факеле ключ. Нет, даже в голову это не пришло. Заходим. А, вот надо трубу, наверное, починить, да и все. Давай, мастер-фломастер, чини. Ага, все, обратно не попасть. Ну, ладно, допустим. Ужасно пока все запутано. Паучок. Я что, могу кому-то дать по башке? Неожиданненько. Можно драться? Я просто затыкала бабулю насмерть. Что, почему, господи, какой странный игра. Тюрьма. И что... Ой. Здрасте, а вы кто, прости? Прошу прощения. Эй? С вами все в порядке? Помогите мне. А ты кто вообще? Меня зовут Алисия. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Ладно, я помогу тебе. Оу! Ништяк. Хорошо, она идет с нами. Мы какую-то девочку с вами за решеткой нашли. Очень странно. Допустим. Ну вот я вижу выход. Ганпаудер. А, зажигалка и понятно, и ясно, хорошо. Отойди! Не надо, ну ладно. Выходим из камня? Так. Он выкидывает фонарик. Так. Но рука сландерина. И что? Чего? Я ничего не поняла вообще. Мы, какой-то Александер. Мы пришли в дом, в заброшенный, потому что начался дождь. Мы с вами сахарные и решили спрятаться в заброшенном доме. Вместо того, чтобы когда мы увидели какую-то дичь, мы начали бегать по этому дому. Потому что, не знаю, возможно, входная дверь захлопнулась. Я этого не проверяла. Потом мы побили Анжелику. Мы нашли в тюрьме девушку по имени Алисия. Она попросила нам помочь ей. Мы взорвали стену. Ушли. Из-под земли появилась рука сландерины. Ты что-нибудь понял? Я нет. Я нет. Ну, то есть, спасибо и на том, что действительно был интересный опыт. Слондерина в 2D. Потому что обычная сландерина, она достаточно однообразная. А тут реально 2D. Но это явно не выглядит как продолжение сюжета про сландерину. То есть, это больше выглядит как другой какой-то сюжет. То есть, отдельная какая-то игра. Может, я не права, но связи я никакой не вижу с классическими играми сландерина. Но разработчик молодец. Попробовал хоть что-то новенькое сделать. Если вы знаете что-то, чего не знаю я, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Обязательно поставь лайк. Напиши свой комментарий. Это очень-очень важно. И мы с тобой увидимся в других роликах. Пока.